Вот дядя оделся. Он только-только приехал из хаджа, да? И заодно будет рассказать, как он съездил на хадж, на умру. Поздравляем его. Попалось такой случай, чтобы все поехали в дом Аллаха. У меня Аллаха. Чтобы во всем мире был мир, да? Да. Сейчас помоем его пять раз. Так, вот теплой водичкой промываем. Вы слышите, мы у Фазенды, у дяди, здесь и курицы, и собаки лают. В общем, настоящая цена. Вот уже вода стала прозрачненькой. Теперь ее можно намочить. Вот дядя мне сейчас рассказывал правила, какие есть для... чтобы поехать в умру, на хадж, да? Какие там правила, дядя? Ну, во-первых, дай Аллах, чтобы у каждого получилось. Или, ну, чтобы у нее хватило денег. Это так, что когда у тебя денег хватает, чтобы и тебе хватило, и семье. Если тебе семья в нужде, это уже плохо считается. Потому что семья не должна страдать. Ну, вот, по воле Аллаха, если до тебя слово дошел, Лабайк, то обязательно по воле Аллаха тебе поедешь. Ну, приехали мы в Джидду. Оттуда автобусом до Мадини. Там посещали мечель Пророка. Очень красивый, очень красивый город. Очень хорошая погода. Три дамы побивали, потом одели игром. Это два куска белого материала, который одеваешь. И потом заходишь в мечель, два раза читаешь молитву и делаешь неяд. И все по дороге до... Потом на автобусе 5 часов поехали до Мекки. И по дороге говорили... Лабайк, лабайк, аллахумма, лабайк. Лабайк, лао шарик, лак, лак, лак. И налхамду ваннеймат, лакаван, лао шарик, лак. Вот так повторяешь. Пока доехали, увидишь дом Сознателя, Кабул. Все, перестанешь повторять этот дуа. А что в это время нельзя делать, когда ты одеваешься? Это очень сложный. В это время, когда ты одеваешь, нельзя стричь ногти. При этом ты до этого, должно быть, у тебя все тело чисто быть. Ты не должен очищать ногти, стричь волосы, стричь. Это, какой-то там, например, деревья или что-то, ветки сломать. Животное какое-нибудь, чтобы от тебя никто не страдал. Ни языком, ни рукой, ни телом, ничем. Все должно быть чисто, чисто, чисто. То есть ты никого не имеешь права обидеть, убить. Если ты обидел, все, ты должен платить штраф. Какой штраф бывает? Ну, там штраф очень этот. Ты должен паститься 60 дней или накормить 60 человек. Ну, там, смотря от твоего, это, в тяжести, нарушения, которые ты делаешь. Поэтому, дай Бог, чтобы все посещали дом Аллаха. Это очень красиво, это, как на человека хорошо влияет, что. Вот, рис у нас готов. Рис готов, да? Сейчас намочим. Поэтому у нас сегодня в честь умры, дядины, мы делаем плов. Да, дядя делает плов, дядя. Дядя, а сколько дней вы были в Умре? Мы были 14 дней. Три дня были в Медине и основной были в Мекке. Посещали все святые места, которые нас вводили в экскурсию. И поднимались на гору Арафат. Это гора, в которой встречались после, когда Адам и Ева были изгнаны из рая. Адам попал в Индию, в гора Сарандеб называется. Очень высокая гора. Он туда попал. Момогаво попал в Джидду. И когда Адам первый раз хотел посещать дом Аллаха, они встретились в этом горе. Это называется гора Арафат. На горе Арафат, да? Да, Куи Рахмат. И это день был день Арафи. И это называется Куи Арафат. А что значит Арафат? Что значит день Арафата? Дядя, а что еще было самое запоминающееся вашей хаджи, которую вы поехали в Умри? Ну, этот, когда мы приближались, ну, там, когда этот, увидишь Каабу, сдалека ты должен бороться. И смело, Алла Аквар. Когда дойдешь, там специально зеленый цвет идет. И вот, Годжуралас, вот этот камер. Там специально стоит, где начинается, вот первый. Семь раз вокруг, вот это, надо делать того. Вокруг чего? Вокруг дома. Дома? Вокруг Каабы, да? Да, семь раз. И вот, начинается от зеленого Макоми Иброгим и зеленый свет. Зеленый свет. И напротив ходят своды. И оттуда начинается первый обход. И когда увидишь, поднимаешь руку или обе руки, говоришь, бисмиллаху в Аллаху Акбар, бисмиллаху в Аллаху Акбар. И процесс идет. А сколько раз надо вокруг? Вокруг надо семь раз пройти. Семь раз по часовой или против часовой? Ну, вот так идешь. А, то есть против часовой стрелки, да, получается? Да, и к каждому этому идет специальная дуа, который ты почитаешь, прочитаешь. Специальная молитва. Каждый раз, каждый круг специальная молитва, да? Все равно нет. Вот. То есть эти молитвы уже ты должен знать, читать, или же кто-то тебе помогает там? Ну, там есть руководители, которые группу ведут, они читают и все за ним повторяют. Все за ним повторяют, да? Мы племянник ходил впереди, он читал, мы за ним повторяли. Ага. И в седьмой круг, когда приближался, он мне сказал, что будем немножко принимать влево, чтобы подойти поближе к... К дому Аллаха, да? К Каабе. Да. Ну, туда добраться, потому что народу много, это очень трудно. Но мы ели, дотронулись, до стены поцеловали, и потом получилось, что он меня толкнул и придавил. Я, вот, до рук Ниямани, это тоже был угол. До этого дотронулся. А до Ходжерала свода это очень трудно, потому что там такая волна, что туда дойти очень трудно. Очень много людей, да? Все стараются прикоснуться, получить благословение, да? Поцеловать. Поцеловать обязательно. Ну, если не получается, сдалека. Ну, ты доволен, самое главное. Очень, очень. Да, Рустам, поздравляю еще раз. Да, потому что каждый мусульманин, у него получилось, что посещал это святое место. Дай Аллах. Да, Аллах. Так, Рустам, а вам какие правила читали, объясняли? Или вы сами как-то уже знали, как, чего? Нет, ну, есть специальные книжки, там все написано. Там все написано? Умра, основной, вот, который идут на хадж. Ну, умры процедур мало. А когда в основном идешь, там очень много процедур. Там есть жертвоприношение, и поднимаешь на гору Арафат, Музалифа, Мино. Там процедур очень много. Когда процедура кончится, прошел, ну, все, постригаешь голову на леса. Если, например, второй раз хочешь делать еще того вокруг дома, то специально надо пойти там по близости, где-то 14 километров, мечеть Бибио-Иши. И там опять два раза, одеваешь вот этот два куска ткани, туда придешь, почитаешь два раза, два раката молитвы, и не отделаешь. И опять придешь, за кого-то, если... Ну, я за кого-то делаю, если второй раз. То есть, вот ты пришел в мир голый, да? Да. И так из этого мира уходишь, поэтому просто одеваешь вот это белое одеяние одни. Перед Аллахом все равны. И министр, и царь, все должны быть на равне. Поэтому все в белом. Все. Все мужчины белым, а женщины, ну, главное, чтобы цветной не было. Они одевают, чтобы этот... А мужчинам вот эти две, два куска этого, одеваешь все. Перед Аллахом все равны. Поэтому дай Аллах мира во всем мире. Дай Бог, дай Бог. А вот в этой поездке, за эту цену, которую ты поехал, вот на умру, имеется в виду, на хадж, входило проживание, да, получается? Проживание, питание. Питание, да, так же входило? Все, короче, от нуля до конца. От нуля до конца в эту сумму все входило. Встретили, привезли, жили в гостинице, да? В гостинице вас кормили. Кормили. Возьмили по святинистам, специально автобусам. Но это так, как было это время поста, то вот когда мы, это, ездили ближе к гору Сав, где наш пророк спрятался от неверных в течение трех дней. Обувакры с едыком, они там спрятались. Но так как эта гора очень высокая, туда дойти, где-то два с половиной часа оттуда, поэтому мы не смогли, потому что это рукавито, говоришь, что будет трудно подниматься, короче, туда и спускаться. А если не было бы поста, можно было спокойно подняться, спускаться, потому что жарко, тяжело будет очистить. То есть погода была жаркая, да, в это время? У нас был парень с женой, они пошли, он поднялся, она до половины пути дошла и до конца, ну, не смогла, потому что жарко было. Он дошел, туда поднялся, вошел в эту маленькую пещеру, почитал два раката намаза и вернулся, довольный такой. Ну, мы сожалели, что уже не поднялись, но во всей воле создать, а может все получится, здесь поедем. что поднимется. Так, у нас пока вот дядя рассказывает, как он ездил на хадж, вот мясо готовится, да? Мясо готовится, мясо варим.